здравствуйте друзья доброе утро сегодня среда 3 января и мы на нашем канале вы знаете очень внимательно следим за тем что относится к лотереи green card и последнее время вот актуальна тема с приходом нынешней администрации актуальна тема вот отменят не отменят если отменят то когда если отменят то заденет ли это тех кто уже выиграл а если отменят то заденет ли это тех кто только что подал вот да там заявку в октябре-ноябре значит и так далее то есть состоится ли розыгрыш и так далее поэтому вот мы на эту тему часто говорю поскольку какая-то динамика там есть в этих событиях значит фон на котором сейчас разворачивается битва которая может решить судьбу лотерей в зависимости от исхода с к битвы может сейчас может перенестись если если сейчас не решится где-нибудь на март мы посмотрим 19 января у нас есть дедлайн срок когда должны принять бюджет страны на следующий год ну что-нибудь так вот до конца сентября до начала следующего финансового года который начинается первого октября вот до начала следующего года до конца сентября бюджет принятие бюджета откладывалась с сентября 2017 года то переносили потом опять переносили потому что там были вопросы так разные там и тогда к бэкграунду к фону относится еще один момент который я должен вам отдельно на нем остановиться объяснить как происходит бывают законодательные решения которые ну вот деваться некуда надо принимать да ты можешь быть не очень согласен с этим или с тем там или чё-то но вот ну вот ну ну надо принимать и все в частности таким решением является решение о бюджете ты можешь не не любить это и не любить то там я не знаю что но но надо принимать и это решение бюджете вот сейчас например когда была реформа, принималось налогообложение, к ней подцепили туда в пакет отмену индивидуального мандата по здравоохранению. То есть, если ты не берешь страховку, ты тогда платишь штраф. Это часть Обамакера. И отдельно, когда они пытались Обамакеру грохоть, у них не проходило, у республиканцев не было большинства в том, как вот это сделать. Но когда уже идет закон о налогообложении, уже деваться некуда, уже ты не можешь такой серьезный, большой, важный закон ставить зависимость от чего-то там, что ну вот как-то. И уже ладно, уже хрен с ним, уже голосуют. Уже в пакете пошло. Поэтому есть такой способ проведения законодательных решений таким паровозиком. Этот паровозик выстраивается к локомотиву, которым является решение, которое нельзя не принять. Вот скажем так, да? То есть для республиканцев решение о налоговой реформе было намного важнее, чем решение о, скажем, об Обамакере для законодателей, которые голосуют. И вот сейчас идет такой, значит, спор о том, что прицепить к паровозику, к локомотивчику, да? Которым является приятие бюджета. Страна не может жить без бюджета. Если они до 19 числа не примут ничего, то, соответственно, правительство останется без денег. Ну, в общем, это немыслимо. Абсолютно немыслимо. И вот идет, значит, обсуждение. Демократы говорят, давайте, господа, значит, вот раз уже там президент у нас, значит, отменил указ Обамы и 800 тысяч человек, молодых людей, которые пришли в страну несовершеннолетними, и которые здесь выросли, они не знают другой страны, там и так далее, и так далее. Давайте мы все-таки их легализуем уже. Ну, раз уже они были более-менее, если не легализованы, то, во всяком случае, защищены от депортации, они имели право на работу, там и так далее. Давайте уже как-то этот вопрос решим. И как бы и у республиканцев по этому вопросу большинство за то, чтобы это сделать и у демократов, там, это касалось вообще проблем, это нет. Ну, раз и все. Но дальше начинается, значит, делается так вид, как бы, что вот демократам это нужно, а республиканцам, как бы, ну, если вы хотите, вот вы демократы хотите, то вы давайте тогда нам что-нибудь за это, хотя мы тоже этого хотим. Ну, то есть законодатели, может, хотят, а Трамп говорит, а мне этого мало, я хочу к этому что-нибудь добавить. И вот тут мы приходим к лотерее, да, я начал с лотереи, я снова выныриваю, там, где лотерея. В пятницу, 29 декабря, был в твиттере пост от Трампа, где он довольно четко прописал, что он, собственно, хочет, и эта четкость для нас, как бы, заключается в том, что лотерея была названа там. То есть, почти дословно, я по памяти, но почти дословно там было сказано так, демократам было сказано, и они, и они абсолютно это понимают, что никакой легализации молодняка, вот этих 800 тысяч, не будет, если в обмен мы не получим забора, который нужен стране, безопасности страны. Там вообще идет накат такой на безопасность, мне это напоминает, как вот в СССР, там, партию не любишь, значит, родину не любишь, значит, там, Россию не любишь, там, вот это вот, партию не любишь. Вот у них сейчас идет такой накат, у него лично идет такой накат, что безопасность страны, нужен забор, чтобы безопасность, мы защитим безопасность страны всеми силами, там тоже это все говорится, значит, это я не от себя. забор раз прекращение вот этой chain migration то есть воссоединение родственников уровня брат-сестра и дети, совершеннолетние дети чтобы не привозили родителей и третье он назвал это безумная вот эта вот система которая дает возможность приехать людям из стран, которые слабо представлены в Соединенных Штатах то есть лотерея очень четко названа и, ну знаете, бывает человек там напишет что они в твиттере там и так далее но сегодня он вчера он еще раз это самое повторил, подтвердил там и так далее то есть вот к чему я говорю попытка делается мы не знаем какой будет результат мы никогда не знаем пока не проголосовали, никто не знает но во всяком случае, что мы видим сегодня 3 января до 19 января вот эти две недели будет делаться попытка очень активно будет делаться попытка принять бюджет и вставить туда в принятие бюджета со стороны республиканцев вставить туда отмену гринкарт лотереи и привоза родственников и получение финансирования на забор в обмен на вот эту даку то есть закон так называется DACA в обмен на то, чтобы легализовать вот этих молодых людей что говорят демократы и на них тоже очень сильное давление оказывается со стороны латинос, вот эта комьюнити она растет количественно она растет в важности отношений с ними потому что все больше и больше голосов приходит с этой стороны и вот то, что сейчас происходит например латинос это очень-очень болезненно воспринимает потому что эти 800 тысяч это в основном латинос и те, которые уже здесь живут они очень болезненно к этому относятся очень переживают и вот давление большое оказывается на демократов чтобы вопрос был решен поэтому они говорят давайте так мы не будем цеплять ничего если вы хотите иммиграционную реформу мы потом этим займемся иммиграционной реформой а вот детишек давайте прямо сейчас значит на что им республиканцы говорят давайте вот мы вот или так или тогда все вместе на марту мы с этой дакой вообще не спешим никуда мы не видим необходимости говорят они иммиграционные вопросы вообще пристегивать хоть как-то к бюджетным вопросам это чисто это вот демократы хотят это сделать но если уже они хотят это сделать если они хотят пристегнуть ну давайте тогда уже будем решать иммиграционные вопросы давайте уже комплексно решать и вот это и вот это мы хотим что-то иметь в обмен за то, что вы вас сейчас отняли мы отняли У вас, у страны, у своей партии У всех, мы это отняли, а теперь А теперь ты заплати, знаете, бывает дворники снимут И говорят, купи Ну вот, говорят, чем платить больше Вот такая ситуация Ну, ждем Значит, либо это решится Вот прямо сейчас, все Либо, если не решится Уйдет куда-нибудь ближе к марту Ну, посмотрим Есть и другие варианты, возможно То есть, не обязательно будет именно так В этом, может быть, и увлекательность Как бы Вся эта ситуация В том, что результаты не знает никто Вот И всегда есть такие, знаете Спокойные люди, которые говорят А, они там ее 20 лет уже каждый год отменяют Ничего с ней не будет, с этой лотереей И такая точка зрения есть Я просто рассказываю тем, кто Интересуется деталями Тем, кто деталями не интересуется Нет смысла, конечно, вообще это все слушать И как бы пусть они, так сказать Ложатся спать А проснутся, когда будет решение И все Или то, или другое И там вроде Знаете, как Какой-то фильм Я смотрел там В самолете там Что-то он падал Там, или террористы были Я не знаю И что-то такое происходило Жуть, что творилось А один мужик, он там спал просто И когда уже все это Он проснулся Говорит, ну что, выходим Там уже прилетели А он все проспал Совершенно необязательно, кстати Участвовать Можно поспать Все, друзья Счастливо И ждем развития событий А я буду вас держать в курсе дела Потому что действительно Динамичное Динамичное развитие ситуации И усложненное Всевозможными обстоятельствами И так далее Вот мы будем наблюдать Счастливо